Уважаемые коллеги, партнеры, сегодня мы коснемся одной из самых важных тем, головы 12, обгон и встречный разъезд. Прежде чем начнем говорить по голове 12, я хочу вам сказать следующее, важное. Обгон не является манилированным, обгон связан с выезданным встречным полосом движения и связан с возможным риском лобового столкновения со встречным транспортным средством. Поэтому и глава правила дорожного движения выделена отдельно, особая глава, обгон связан с риском. И вы должны понять, что к обгону транспортных средств выезжать на встречную полосу движения и увеличивать скорость для обгона, вы должны позволить себе лишь тогда, когда вы уверены в том, что это будет безопасно. И встречная полоса достаточно свободна. И впереди нет пересечений дорог и съездов данной дороги. И то транспортное средство, которое вы будете обгонять, не будет иметь желания перестраиваясь влево, поворачивать влево либо съезжать в дороге. Кроме того, необходимо еще учесть факторы, насколько свободна полоса перед этим обгоняемым транспортным средством. Не будет ли обгоняемое транспортное средство смещаться влево, когда вы начнете производить обгон. Кроме того, прежде чем приступить к обгону, вы должны убедиться в том, что вас не обгоняют. Необходимо собрать информацию, взглянуть в зеркало заднего вида, боковое зеркало через левое плечо. Убедиться в том, что вас не обгоняют. Затем убедиться в том, что встречная полоса свободна, сместиться несколько левее. Убедиться, что он достаточно вперед, свободно. И желательно в первые годы движения, пока не обладаете достаточным опытом вождения автомобиля с большими скоростями, необходимо иметь запас удаления до встречного автомобиля примерно в километр не меньше. Почему и как, я потом объясню. Внимание на экран. Вот это обгон транспортного средства, связанное с выездом на встречную полосу движения. Правила дорожного движения говорят о том, что водитель до начала обгона должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, достаточно свободна. И он, водитель синего автомобиля, не создаст угрозу безопасности дорожного движения и не заставит других участников дорожного движения изменять направление, либо изменять скорость движения. В данном случае, как же правильно поступить при совершении обгона? Мы приближаемся к автомобилю впереди, имея скорость явно выше. Близко не приближаемся. Нам необходимо иметь запас расстояния, то есть дистанцию до автомобиля впереди, которая исключит столкновение, спереди движущегося транспортным средством в случае его резкого снижения скорости. Это во-первых. Во-вторых, чем дальше мы от него будем находиться, тем лучше мы будем видеть встречную полосу движения и даже свою попутную полосу. Сам обгон имеет три стадии. Первая – это выезд на встречную полосу движения. Вторая – это опережение по встречной полосе с явно большей скоростью. И третья – стадия перестроения в свою правую попутную полосу движения. В данном случае запрещается начинать обгон впереди машины, потому что встречная полоса занята. Встречная движется транспортным средством. Надо учесть то, что в движении нам сложно определить, с какой скоростью движется встречное транспортное средство. Нам нужно исключить обгон транспортного средства, потому что впереди перекресток. Потому что очень часто бывает, что транспортное средство, приближаясь к перегрестку, даже не включая левого указатель поворота, нужно изменить направление поворот налево и неизвестность столкновения. Кроме того, как вы видите на этом сюжете, не все водители остановятся во пересечении дорог. Некоторые даже слегка выезжают и создают препятствия при обгоне. Самое важное, что мы должны учесть до начала обгона и в ходе обгона, мы должны исключить столкновение с другим транспортным средством на большой скорости. Все тесты автомобилей, насколько они надежны при столкновении с лепестками, проводятся на скоростях не более 40 км в час. Потому что при столкновении на скорости более 40 км в час и ремень безопасности и подушка безопасности не гарантируют вам, что вы оставите жир от повреждений внутренних водок. Запрещается выезжать и приступать к обгону, выезжать на встречную полосу вслед за обгоняющим автомобилем. Нельзя участвовать в процессе обгона. Вы имеете право въехать на встречную полосу, когда она свободна. Препятствия могут быть при обгоне. В данном случае, видите, животное. Следует отказаться от обгона. Итак, обгон мы хотим совершить, но иногда придется отказаться. Мы должны провести обгон таким образом, чтобы это было безопасно для окружающих и нас, и наших пассажиров. Я бы отказался от обгона, потому что впереди перекресток, и еще неизвестно как себя может повезти в эти автомобили впереди. Да, он на таких перекрестках, не обозначенных, не регулируемых, не запрещен. Но исключите обгоны в своей жизни, когда перед вами перекресток и имеется съезд влево. При обгоне мы не должны резко перестраиваться перед автомобилем, который мы обогнали. Мы должны продолжить движение по встречной полосе, достаточно удаляясь и лишь убедившись в зеркало заднего вида, что он остался на безопасном удалении позади, перестроиться в свою правую полосу. При обгоне опасно притираться, двигаться с опасным выгодным интервалом. Комментарии дорожного движения говорят вот о чем, что чем выше скорость автомобиля, тем больше извилистой становится траектория движения автомобиля. Иногда, двигаясь по дороге, мы видим, как автомобиль впереди немножко движется не по помиленной траектории, как будто пьяный за рулем. Да, помиливает машина при увеличении скорости. Точно так же, когда мы идем на обгон, наша траектория не идеально ровная, а слегка извилистая. Мы то приближаемся к автомобилю, который обгоняет, то удаляемся от него. И рекомендовано иметь при обгоне боковой безопасный интервал больше метра, до метра тридцати. Но при обгоне нужно еще учесть один фактор. Мы увеличим скорость, и нам важно не выехать на скользкую песчаную обочину. Если мы левыми колесами коснемся обочины на более скользкую, чем асфальт, правые колеса толкнутся от шероховатостей и выбросить нас вверх. Мы должны предполагать события, которые могут повлиять на нашу безопасность. В этом случае не стоит приступать к обгону, потому что навстречу движется велосипедист, и имеет препятствие, он не явно будет иметь намерение объехать его по проезжей части. По-другому не повлиять. Итак, мы должны предполагать свои действия правильные. Попутно убившись транспортного средства и встречных участников дорожного движения. Запрещается производить обгон. Если полоса встречная недостаточно свободна, это вынудит нас при обгоне резко перестроиться и транспортным средством снижать скорость. Это может привести к столкновению сзади. Итак, водитель должен прогнозировать ситуацию и не допустить столкновение. Если мы два автомобиля догнали грузовой автомобиль, не стоит приступать к обгону, потому что первый, кто догнал грузовик, именно он будет иметь желание провести обгон первым. Обгон разрешен нескольких транспортных средств, и в правильном дорожном движении не говорено, сколько автомобилей разрешено обгонять. В своей жизни мне пришлось обгонять военную колонну. И эта колонна состояла из более чем сорока автомобилей. И я опрометчиво начал совершать обгон. Дело в том, что вся колонна двигалась на подъем вверх. И я стал увеличивать скорость, чтобы успеть до конца подъема, небольшого, но продолжительного подъема, завершить обгон. И мне оставалось метров всего-то 150-200, чтобы произвести обгон последнего автомобиля в колонне. И в это время мне навстречу с горы начало движение дальнобойщик со скоростью где-то примерно под 90 км в час. Я пытался помысить скорость, а машина снижает. Я начал подавать звуковой сигнал и замахал водителю грузовика последнего, чтобы он снизил скорость, помог мне перестроиться. Он снизил скорость. Я перестроился перед самым грузовиком сверху на обочине заглох. Никогда не стоит делать обгон большого количества автомобиля на подъеме вверх. Большое глиденное повышение скорости может привести к поломке. У меня порвался ремень на газораспределем механизме и двигатель заглох. Хорошо, что мне повезло. Я успел перестроиться со встречной полосы свою и съехать на обочину. Мы посмотрим варианты нарушения правил обгона, которые недопустимы в жизни. Итак, машина впереди пошла на обгон, хотя встречная полоса была занята. И он вынудил водителя белого автомобиля съехать на обочину, едва не зацепив пешехода. Запрещается произвести обгон, если мы движемся в черном автомобиле и не убедились в том, что нас автомобиль позади уже начинает обгонять. Запрещается обгон, если нас уже обгонят. Запрещается произвести обгон автомобиля транспортного средства, которое включил указатель левого поворота. На данном сюжете мы движемся в синем автомобиле. Мы догоняем белый автомобиль, который движется с включенной аварийной световой сигнализацией с неисправностями на небольшой скорости. И водитель легкового автомобиля белого рукой показывает левый указатель поворота. Запрещен обгон транспортных средств, на которых включен левый указатель поворота. На данном сюжете мы видим, что движется бурзовой автомобиль и возящий военнослужащих. Водитель забыл выключить левый указатель поворота и движется в продолжительное время. Раз на транспортном средстве переди включен левый поворот, обгон категорически запрещен. Между водителями существуют негласные правила взаимопомощи. Они есть и применяются в жизни на дороге. К примеру, один из них. Если транспортное средство впереди видит, что вы собираетесь произвести обгон, включает левый указатель поворота, то это означает лишь одно, что выйти из грузовика видит для вас опасность, видит то, что вы хотите приступить к обгону. И он, включая левый указатель поворота, вас предупреждает, не обгоняй, тебе опасно. Если он включит правый указатель поворота, правый, значит путь свободен, не опасно. Левый указатель поворота, не обгоняй, тебе опасно. Нам запрещено тебе разводить обгон, потому что машина позади следует за нами и приступает к обгону нас. И так надо убедиться перед началом обгона. Обгонять для нас? Да, обгонять. Собираются, приступают. Отказываемся от обгона. Нужно иметь в виду, что иногда транспортное средство, которое движется параллельно, находится в мертвой зоне. Именно по этой самой причине существует негласное правило любого водителя. Если перестроиться куда-либо влево-вправо, нужно дважды посмотреть в зеркало заднего вида, в левое, в правое зеркало, через левое, правое плечо. И еще раз сделать то же самое и лишь убедившись в два раза безопасности начинать перестроение. Мотоцикл находится вне зоны видимости, боковое зеркало. Слегка поверните голову влево, вы увидите мотоциклист. По поводу мотоциклистов в комментарии тоже сказано, что нужно особое внимание обратить на дороге на движение мотоциклистов. В движении, в жизни мы привыкаем оценивать ситуацию, исходя из того, что мы движемся в автомобиле и мы ищем такой же автомобиль впереди, который движется навстречу попутно. И в зеркала смотрим сзади, ищем силуэт автомобиля. И если вдруг мы видим позади боковое зеркало не автомобиль, то мы не считаем, что у нас имеется какая-то проблема. Мотоциклист гораздо хуже, чем автомобиль. И он летит стремительно, и скорость у него больше, чем у автомобиля. Мы не можем понять расстояние, на котором он находится, и скорость его передвижения. Будьте внимательны на дороге. Нельзя приступать к обгону, не убедившись, зеркала обгоняют нас или нет. Убедились нас, обгоняйте, отказались от обгона. Не приступаем к обгону, встречная полоса занята. Бывает и другая история. Водители не смотрят в зеркала, либо не хотят, чтобы их обгоняли. Мы приступаем к обгону, а он не хочет нам уступать дорогу. В моей жизни такое не раз уж бывало. Те транспортные средства, которые приблизились к перекрестку, включили левый указатель поворота и приступают к повороту налево, нам разрешено въехать только с правой стороны, чтобы исключить пересечение траектории. Я бы снизил скорость движения, позволенному уйти более влево и, имея безопасные условия, объехать его вправо. Не торопитесь совершать объезды и обгоны. Мы должны сделать все безопасно. Забрещается произвести обгон транспортное средство, которое совершает другой маневр, например, разворот. Пока мы приближались, он решил развернуться. Это возможно. Он неправильно поступает. Мы не должны оценивать действия других водителей. Мы должны сами соблюдать правила и двигаться безопасно и не допустить столкновения. Это называется прогнозирование ситуации. Объезд по обочине запрещен, как и по тротуарам. Водитель обгоняемого транспортного средства. Обгоняемый – это тот, которого обгоняют. Оказывается, и водители обгоняемого транспортного средства должны, нет, обязаны с учетом дорожно-транспортной обстановки, если возможно, двигаться ближе к правому краю проезжей части и не препятствовать обгону увеличением скорости или иными действиями. Значит, нельзя увеличивать скорость, нас обгоняют. Нельзя включать левый поворот, нельзя смещаться ближе к центру дороги. Имеется возможность прижимаясь ближе к правому краю. Нельзя приступать к обгону, потому что водитель имеет препятствие пешехода и смещается влево. Можно увеличить скорость, если мы видим, что грузовик приступил к обгону. Запрещено препятствовать обгону увеличением скорости. Нам запрещено повышать скорость. Несколько раз в моей жизни было такое, что мне не позволяли приступать к обгону. И я приступаю к обгону. А водитель машины впереди увеличивает скорость. Более того, он даже смещается ближе к центру. Ему не хочется, чтобы кто-то его обгонял. И мне приходилось отказаться от обгона. Я так двигался на протяжении более сорока километров. Какая причина? Не знаю, мне не хотелось. Недопустимо смещаться, уступая дорогу и двигаться по обочине. Движение по обочине запрещено. Обгон запрещен. Категорический обгон запрещен в зоне действия запрещающего знака. Когда имеется слева узкая сплошная линия разметки, разделяющая потоки противоположных направлений. Узкую сплошную слева от нас разметку разрешила пресечь для обгона только одиночного транспортного средства, у которого скорость движения меньше 30 км в час. Итак, двигаться со скоростью 30 км в час, обгон запрещен менее 30 км в час, разрешено обогнать и пересечь узкую сплошную слева. Иногда полоса движения попутная достаточно широкая и мы можем произвести опережение без выезда на встречную полосу движения. Но при этом мы должны обеспечить безопасный боковой интервал по отношению к транспортному средству, который движется в попутном направлении. Грузовым автомобилем с технически допустимой массой более 3,5 тонн, обгон запрещен дополнительный при наличии знака запрещающего. Обгон грузовым автомобилем запрещен. По поводу поворотов. Если на дороге имеется поворот и он обозначен знаком, предупреждающий знак опасный поворот. Этот знак запрещает на самом повороте обгона, на закруглении. Помните, что предупреждающие знаки стоят заранее, до начала закругления, на удалении 150-300 метров. На ровном примененном участке успейте завершить обгон. Это разрешено. Знак запрещает на повороте, на закруглении обгона. Этот же запрет существует со знаком, предупреждающим опасные повороты. На поворотах знак запрещает обгон. А если нет такого знака, предупреждающего, а повороты существуют, тогда входит в действие запрет. Следующий. Если имеется поворот, предупреждающий знаков нет. Видимость хотя бы в одном направлении. Не менее 100 метров и не ограничена обзорность, не запрещена. Подъемы. Движения наверх. При наличии подъема наверх, перед ним может стоять предупреждающий знак крутой подъем. Предупреждающий знак крутой подъем стоит тоже заранее, на ровном участке. Если успеваем спрешить обгон, пожалуйста, знак запрещает на всем протяжении подъема наверх. Имеется подъем, а знак отсутствует. Если в конце подъема имеется узкая сплошная линия разметки слева, которая разделяет потоки противоположных направлений, в конце подъема узкая сплошная. Категорический обгон запрещен. С какой бы скоростью впереди нас не двигался автомобиль. Итак, узкая слева. Для обгона разрешено пересечь слева узкую сплошную линию разметки, лишенного случая для обгона отделочного транспортного средства, у которого скорость меньше 30 км в час. Плюс-плюс. К тому же, если при этом встречная полоса свободна. Вот имеется конец подъема. Мы выезжаем на гору наверх. И нет запрещающего знака. И нет предупреждающего знака. Крутой подъем. И нет узкой сплошной линии разметки. Но перелом дороги. Мы не видим, что внизу, за горы. И так разограничена обзорность. В конце подъема, либо видимость меньше 100 метров, обгон запрещен. А вот реально. Спуск и подъем наверх. На спуске с горы обгон не запрещен, если видимость не менее 100 метров. И не ограничен обзорность. Явно поворот и ограничен обзорность. На таких участках обгон категорически запрещен. Посмотрим многократное нарушение правил дорожного движения. Водитель, который движется впереди. И так он пересек сплошную линию разметки. Приступил к обгону ближе 50 метров от зебры. Движется в паразитной зоне. Выехал на встречную полосу движения. Таких нарушителей мы встретим. Они представляют для нас угрозу. Увидев нарушающее право дорожного движения, держитесь от него подальше. Он представляет угрозу. Обгон запрещен на перекрестках, обозначенных знаками приоритета и на регулируемых перекрестках. Перекресток обозначен знаком приоритета. На таких перекрестках обгон запрещен. Регулируемым. Светофором либо регулировщиком. Перекресток регулируемый. Обгон запрещен. Имеется регулировщик. Перекресток регулируемый. Обгон запрещен. Вот на перекрестках не обозначенных, нерегулированных, обгон не запрещен. Но я бы не рекомендовал вам это делать. Потому что автомобиль впереди может передумать, изменить направление движения влево. Я наслышал о таких историях. Мало ли, по какой причине выйти впереди поступил неверно. Вы должны исключить вероятность столкновения. На прямом участке безопасном приступают к обгону. Не уверен, не обгоняй. Есть малейшее сомнение, не приступаю к обгону. Еще ведь имейте в виду, что никогда не идите на поводу у пассажиров, которые вам советуют, давай, приступай к обгону. А я здесь всегда обгоняю. Я таким отвечаю, как умею, так и еду. Я капитан, свой корабля. Я принимаю решение, не нравится, иди пешком. Войти за рулем отвечает за всю безопасность у себя и пассажиров. Вы должны принимать правильное решение. Риск исключен при обгоне, чтобы не допустить столкновения с любым транспортным средством. По поводу пешеходных переходов. Итак, в городе и за бортом обгон запрещен ближе к 50 метров до любого пешеходного перехода на самом пешеходном переходе. И еще далее. Карантинная зона 50 метров до и после обгоны запрещены. Ну, связано с тем, что возможно поведение пешеходов. Ближе к 50 метров обгон запрещен. На самом пешеходном переходе. И за пешеходным переходом еще 50 метров обгоны запрещены. Если вы обратите внимание, эта дорога с односторонним движением, встречного движения здесь нет. Все друг друга опережают. Это не обгон. Это опережение попутно ближе к транспортным средствам. Обгон запрещен транспортным средством, которое приступает к объезду препятствия. Белый автомобиль объезжает припаркованную машину. Не следует продлить обгон. Мы создаем опасность для движения. Белый автомобиль должен объехать так припаркованную, чтобы сохранить безопасный боковой интервал в метр. Так что ему придется перекрыть движение при обгоне сильного автомобиля. Это нужно предусмотреть. Недостаточная видимость. Видимость направления движения вперед менее 300 метров. Из-за погоды, пыли, смога обгон запрещен. Не вижу дорогу. Не в гонде. Обгон запрещен на степроводах, эстакадах и под ними. По поводу железнодорожного переезда. Железнодорожный переезд является наиболее опасным участком на дороге. Ведь столкновение с поездом всегда приводит к гибели водителей и пассажиров автомобилей. Поэтому и запрет дальше. Обгон запрещен на самих железнодорожных переездах и ближе 100 метров до переезда. Итак, обгон запрещен ближе 100 метров до переезда и на самом переезде. За переездом запрета нет. За переездом один запрет. За переездом ближе 50 метров запрещены остановки и стоянки. Других запретов нет. Приближение к переезду до переезда 150-300 метров. Успеем обогнать. Приступаем к обгону. За переездом обгон не запрещен. Но если не ограничен обзор, видимость не менее 100 метров, Вне населенных пунктов водители, Тихоходных транспортных средств, Тяжеловесных, крупногабаритных, А также транспортных средств, Конструкция которых, Либо перевозимый груз затрудняет обгон, Имеет необычную ширину, длину. То есть мешают обгону, Должны по возможности держаться правее, Чтобы не препятствовать обгону, А при необходимости даже остановиться И уступить скопившимся за спиной транспортным средствам, Которым мешали предстеркнуть. Вот водитель грузовика мешал обгону. Он съехал на обочину, Чтобы уступить скопившимся транспортным средствам. Итак, про обгон мы поговорили. Но есть еще одно действие, Которое называется встречный разъезд. Встречный разъезд, Это мы должны разъехаться со встречной машиной, У нас затруднен проезд. Правило вступает такое. У кого проблема, тот и уступает. Сейчас у красного автомобиля проблема, Какое-то препятствие. Тот, кто имеет проблему, Должен вступить к другому, Который движется без проблем. Красный автомобиль на ровном участке дороги Имеет препятствие. Он должен остановиться и уступить Встречному, легковому, желтому автомобилю. Сейчас у желтого, легкового автомобиля препятствие. Открытый люк, либо выбоина. Он имеет препятствие. Он обязан уступить. Нам, мы движемся без проблем. Сейчас у нас препятствие. Близко к препятствию не приближаемся, Что имеет возможность плавного объезда препятствия. Снижаем скорость. На удалении 7, либо 10 метров от препятствия Останавливаемся. Уступаем встречному транспортному средству. Затем обезжаем. Препятствие, убедившись, что нас не отгонять, не обезжаем. Исключения могут внести Дорожные знаки приоритета. Знак приоритета, преимущество перед встречным движением, Дает нам право проехать узкий участок первыми. Но, как вы увидите на сюжете, На узкий участок уже въезжает встречная скорая помощь. Всегда уступите дорогу тому, Кто даже нарушает требования правил дорожного движения. Когда кто-то нарушает правила, Вступает в закон водителей. Дай дорогу дураку. Иногда на встречных разъездах на узких участках Имеется светофор, Который определяет ночьюенность проезда. Нам говорит зеленый на узком участке. Разрешил движение по узкому участку. Благодаря встречным тракторам. Говорит красный 17-го форта. При обгоне, взаимном разъезде, Нужно проявлять вежливость. Но нужно предсмотреть, Кто может уступить дорогу. Сейчас войти из встречной машины Имеет возможность принять правее И уступить нам. Он съезжает правее, Позволяет нам проехать. Точно так же должны поступать и мы. Узкая дорога. Как вы видите, два автомобиля не разъедутся. Встречная машина ждет, Когда мы завершим движение по узкому участку. Приподнимите руку. Покажите, что вы им благодарны. А теперь серьезный факт. Имеется уклон дороги. Если мы движемся вниз на спуск. С горы вниз. И у нас имеется знак крутой спуск. Предупреждающий знак крутой спуск. Нам легко нажать на педаль тормоза, Приостановиться. А потом выпустить и дать тормозы. И покатиться вниз. Если имеется уклон дороги. Преимущество будет иметь тот, Кто движется наверх на подъем. И у него имеется препятствие. Ему сложно остановиться. И потом продолжить движение. Итак, уклон дороги. Тот, кто движется на спуск. Обязан уступить тому, Кто поднимается наверх. И имеет препятствие. Но при условии, Что имеется дорожный знак крутой спуск. Крутой подъем. Автобус поднимается наверх. Но перед ним нет препятствия. Имеется знак крутой спуск у нас. Мы бы обязаны уступить автобусу, Если бы перед ним было препятствие. Должно быть и условие. Горка, знак, препятствие у того, Кто движется наверх. А автобус нет препятствия. Он не имеет это имущество. Мы ему не обязаны уступить. Это основное, Что мы разобрали по данной главе. Номер 12. Гонный встречный расъезд. В заключение, Уважаемые партнеры, Я хочу добавить следующее. Перед тем, Как приступить к авгону, Мы оценили, Насколько безопасна Встречная полоса. И на первое время Она должна быть Свободна. На удалении Не менее километра. Это связано вот с чем. Если мы приступаем К авгону автомобиля, У которого скорость 70 км в час Считается Достаточным, Безопасным Превышение скорости На 10 км в час больше. Мы обгоняем автомобиль Со скоростью 70 Вылечим До 80 км в час И расчеты В комментарии Право дорожного движения Говорят Разница 10 км в час Потребует Нам Движение На обгоне По встречной полосе 650-750 метров Так что Примерно в километр Должна быть Встречная полоса Свободна. Ведь мы не знаем С какой скоростью Прибежается встречная машина. 750 метров Мы должны двигаться По встречной полосе Обгоняя И пытаясь Оторваться от автомобиля. И иметь возможность Плавно перестроиться Не допустив Столкновений С ним Сзади. Перевлечение Скорости На 15 км в час Нам потребуется Расстояние И движение По встречной полосе Примерно 450-550 метров. Значит на 450 метров Должна быть 500 метров Свободна полоса. Не менее. Если мы будем Обгонять И превышать Скорость Обгоняемого На 20 км в час Нам потребуется 250-350 метров Движения По встречной полосе. Эти Нормативы Необходимо знать И соблюдать И соблюдать И последнее Хочу сказать При обгоне Водитель Должен Принимать Решение Уверен Приступать К обгону Обгон 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 Встречной Редактор субтитров Не уверен Не обгоняй Уважаемые партнеры Мы завершили Обсуждение Главы Двина Обгон Встречной Редактор субтитров Спасибо за внимание Субтитры подогнал «Симон»